Добрый вечер. Большое спасибо, что пригласили. Это, конечно, очень большое преувеличение по поводу масштаба моей фигуры и значимости для искусства в этой стране или где бы то ни было еще. Вот. У нас, да, как Анастасия сказала, будет следующий регламент, что какое-то время я поговорю о своих проектах, а потом мы оставим немножко какой-то промежуток для вопросов-ответов. У нас тут, я извиняюсь, сейчас не совсем стабильная какая-то система с видео. Но в любом случае, если как бы это актуально, будет там и по ходу моего рассказа, вы можете прерывать что-то задавать, если возникает какой-то вопрос. Единственное, что есть такой нюанс, что у нас не получилось соединиться с общим звуком, который здесь есть, поэтому звук произведений, который я буду демонстрировать, он будет из этих колонок и, может быть, он будет не очень громкий, поэтому, если хотите, кто далеко, можете пересесть, потому что это достаточно важная какая-то составляющая, но это, опять же, на ваше усмотрение. Вообще у меня была некая заявленная тема, которую я хотел бы озвучить или осветить, используя собственные проекты. Она звучала как гибриды системы и искусства, но я никогда не использую линейную структуру для рассказа уж о своем творчестве точно, хотя иногда интересно проследить некие тенденции, проходящие насквозь через какой-то ряд проектов и между собой их связывающих. Я специально не готовлю какие-то заранее выверенные презентации, а использую свой сайт в сети, потому что достаточно скрупулезно отношусь к архивированию всего, что я делаю, насколько это позволяет время и ресурсы в данный момент. И для меня это удобная структура, основываясь на которой я иду от проекта к проекту, рассказывая о своей деятельности и о том, что мною движет создавать то, что я делаю. Я занимаюсь технологическим искусством. Это достаточно удобный, в общем-то, я бы даже сказал, новый термин, описывающий тенденции, происходящие с таким междисциплинарным искусством, который является, конечно же, частью большого такого пласта, который называют медиаискусство или искусство новых медиа, в противопоставлении искусству старых медиа, традиционных жанров, таких как скульптура, живопись, архитектура и так далее. Я знаю, что у вас вчера было две лекции от достаточно мощных, в общем-то, от самых интересных и самых мощных теоретиков технологического искусства в России. И я постараюсь минимизировать какую-то теоретическую часть. Я думаю, что она в той или иной степени была прекрасно ими представлена. И средоточусь на художественных смыслах, которые я закладываю, так как я, в общем, в отличие от предыдущих спикеров, все-таки исключительно практик. Хотя, конечно же, мне интересно анализировать какие-то более обширные пласты как собственного творчества, так и происходящих каких-то процессов в искусстве вообще. И я просто начну рассказывать последовательно о каких-то проектах, и потом, в общем, может быть, смогу выходить на какие-то выводы и на какой-то систематический анализ происходящего со мной. И первая работа, которую я хотел продемонстрировать, на самом деле, самая-самая свежая и самая-самая последняя, только что законченная. И для меня, в общем, законченный проект — это не только тот проект, который реализован физически, как бы представлен на выставке, но еще и проект, который задокументирован, снят, о нем написан какой-то текст, если он требуется, и, в общем, выложен в сеть. Потому что, к сожалению, ну и к счастью, с другой стороны, нет возможности у всех все видеть. И мне важно при этом рассказать о проекте, о его идее. И я достаточно ответственный и с большим рвением отношусь к тому, чтобы фиксировать все, что делаю. Конечно, это ни в коем случае не заменяет впечатление от проекта в реальном времени, но это, в общем, подход, который позволяет, по крайней мере, донести идею. И тут особо важный момент заключается в том, что, в общем, монтаж видео и выкладывание в сеть я закончил уже, собственно, на пути в Казань. И будучи, в общем, приглашенным и связанным с центром Прометеи, то есть как весь этот проект, представленный здесь, для меня особо важно, что это объект, именно работающий со светом, то есть с той главной и мощнейшей темой, которой Прометей всегда занимался и продолжает заниматься. И также важно, что этот проект только что был реализован для выставки в Перми, собственно, о которой Дмитрий Булатов наверняка вчера рассказывал в своей лекции. То есть это, в общем, такой максимально актуальный лично для меня и, в общем, для какой-то ситуации, в которой я сейчас оказался, произведение. При этом оно достаточно нетипично для меня. Я не так часто работаю со светом или, по крайней мере, со светом, как исключительным медиа, как исключительным способом донести какую-то свою идею. И тем интереснее, что так все это совпало. Этот проект называется Melt, что, в общем, скорее не существительное, а глагол плавка или плавить переводится с английского. Ну, мне больше нравится в данном случае английское название, оно немножко более лаконично. И суть этого проекта в том, что это небольшой электронный, механический, я даже сказал, роботизированный проектор, который проецирует на стену изображение. Но в отличие от традиционных проекторов, которые предназначены для того, чтобы демонстрировать некий заготовленный контент или рождающийся, например, в компьютере цифровую графику, которая потом посылается каким-то сигналом на проектор и демонстрируется на компьютер, где демонстрируется на экран или на стену куда-то, этот проектор является вещью сам себе. Инструмент сам по себе является порождающим содержание свое. То есть такое вполне себе отсылка к знаменитой цитате Маршалла Маклюйна, теоретика медиа, который говорил, что медиа – это месседж. То есть сам по себе способ создания информации или донесения информации уже есть эта информация в определенной степени. И каков принцип работы этого произведения? У объекта есть несколько линз, и одна из этих линз, находящаяся в центре, она является просто плоской емкостью, небольшой стеклянной емкостью, в которой налита вода. Вода наливается автоматически, у аппарата есть небольшой резервуар, хранящий воду, система клапанов, после чего эта вода замораживается. Замораживается она при помощи электрического элемента, который называется элемент пельтье. Это электрический способ создать отрицательную температуру, в отличие от традиционных водильников, которые используют сжатие газов, компрессоры. Здесь используется исключительное электричество и специальные материалы для того, чтобы при помощи электрического тока создать отрицательную температуру, что позволяет в абсолютно открытой системе, находящейся в комнатной температуре, в любой температуре, создать отрицательную температуру. То есть не нужно формировать какую-то замкнутую среду, как у холодильника герметичную, где долго охлаждается воздух или что-то такое, что позволило создать очень компактное и очень быстро работающее устройство. И замерзнув, вода превращается в кристалл, в лед. Это суперпримитивный, простой способ изменения агрегатного состояния одного вещества в другое, после чего автоматически при помощи небольшой руки-манипулятора, на которой закреплена линза, она подставляется под луч света и при помощи фокусирующей линзы и зеркала проецируется на стену. Изображение поворачивается на 90 градусов и начинает светить. Я коротко буду показывать видео с этими документациями. И, собственно, все, что мы видим на стене, проекцию, не что иное, как просто преломление лучей света через тающую льдинку, потому что достаточно быстро в комнат температуре и при прохождении света лед начинает таять и порождает собственное изображение. То есть проект на грани примитивности, я бы сказал, в своей технической идее. Его даже сложно отнести к art and science теме, потому что какая тут наука, что примитивнее льда в России зимой, ничего и не придумаешь. Но идея автоматизации, идея цикличности, то есть машина работает как маятник, и неповторимость получающихся структур и ориентирование на то, что изображение, которое проецируется на стену, никогда не повторяется, и, по сути, из примитивнейшего явления вычленяется целый ворох каких-то смыслов, пускай и представленных абсолютно в таком абстрактном ключе, но даже возникает какой-то цвет при преломлении лучей на каких-то границах натянутой поверхности, когда вода сильно тает, формирует, в общем, такую бесконечно абстрактную и достаточно красивую картинку, ну, лично для меня красивую, я не настаиваю, что является, в общем, главным содержанием этой работы, то есть такая работа на стыке кристаллов, света и какой-то автоматического, постоянного, циклического действия. Эта работа на выставке в Перми выставлена в секции, которая называется «Глубокие медиа», и это такая очень интересная и достаточно современная актуальная тема внутри технологического искусства сейчас, которая оперирует такими прото- или даже мета-явлениями и процессами, обращается к геологии, к кристаллографии, к каким-то самым первоосновам формирования современных медиаустройств. То есть если ты работаешь с компьютером, то понятно, что в нем есть электричество, но есть еще электрическое поле, а есть еще кристаллы, и этот кристалл — это, например, кварцы или множество каких-то других элементов, которые участвуют в процессе работы электронного устройства, они являются на самом деле невероятно интересным объектом такого художественного исследования. И я не зря переключился немножко на геологию, потому что следующий проект, который я хотел бы продемонстрировать, имеет непосредственную связь с этой темой. Это также проект, достаточно свежий, который я завершил буквально несколько месяцев назад, но занимался им на протяжении последних нескольких лет, достаточно долго вынашивая его концепцию и создав такую многосоставную, достаточно насыщенную по своему содержанию работу. Это как раз, наверное, самый точный пример произведения, точнее, типа подхода к созданию произведения, к которому я долго очень стремился, и, в общем, придя к которому, я могу сказать, что я, наконец, работаю с темами и с подходами, которые максимально отвечают какому-то моему собственному внутреннему запросу на то, как должно формироваться идея произведения, реализация и, в конечном счете, представление этого произведения. И для меня всегда предельно важна некая мифология, история проекта, предыстория проекта, или даже история самого явления, которое его предвосхитило. И касаемо этого проекта, который называется 12262, я не смогу объяснить проект, не рассказав, в общем, весь такой генезис, весь процесс зарождения идеи. Что, собственно, число 12262 означает глубину в метрах. Это глубина кольской сферы глубокой скважины, достаточно известного в мире научного эксперимента по бурению коры земли, которое происходило на Кольском полуострове с 1970 по 1990 год. В течение 20 лет советские ученые, основав на крайнем севере, на самой оконечности Кольского полуострова, научную станцию, в общем-то, сверлили вниз. Сверлили сколько могли, и, в общем, пытались достигнуть 15 километров, но даже достигнув 12 километров, до сих пор остаются самые-самые глубокие научные скважины в мире. Главная идея скважины заключалась в том, чтобы не разведывать какие-то запасы минеральных ископаемых, а исключительно анализ геологии, анализ геофизики, сейсмической активности, радиоактивности и прочих-прочих физических явлений. И, собственно, попытка, в общем, как ни странно, понять вообще происхождение не только Земли, но и всей Вселенной, потому что через осознание структуры геологической Земли можно, в общем, очень много рассказать и о космосе. И уровень сложности, с которым столкнулись ученые при разработке этого проекта, при его реализации, он вполне сопоставим, на самом деле, с запуском человека в космос. В 90-е годы станция была заброшена, как и очень многое в нашей стране, связанное с фундаментальной наукой. И, в общем, на данный момент территория выглядит вот так. Это очень труднодоступный объект, находящийся на Крайнем Севере. Туда, в общем, сначала добраться, долететь или доехать до Мурманска. Из Мурманска поехать в достаточно закрытую зону, приграничную с Норвегией, пролезть мимо кучи кордонов компаний Норникель, которая владеет землями вокруг, добывая медь и никель по всей округе. И, в общем, в конечном счете, можно оказаться на руинах этого объекта. Несколько лет назад, в рамках проекта Dark Ecology, такого философского художественного фестиваля, осмысляющего такую постиндустриальную, постиндустриальные реалии, такие, в общем, даже постаполитические реалии, и то, как природа забирает назад когда-то очень бурно освоенные людьми зоны. Я оказался на Норокольской глубокой скважине и в одной из лабораторий, в одной из заброшенных лабораторий нашел небольшой рулон перфоленты. Перфолента — это, в общем, предвестник современных дискет, флешек, носитель информации, на который можно было записать, а потом сочетать какие-то данные или какую-то целую программу. Ну, в общем, такой предвестник современных флешек и дисков. Мне этот рулон, скажем так, у меня не было мысли, что с ним делать. Я его просто поднял и положил в карман. Я имею в виду, что я не мог пройти мимо, потому что то, в каком соплаченном состоянии находится в этом месте, не воспринимается, если ты что-то забираешь, как какой-то вандализм или воровство, потому что вандализм или воровство выглядит, собственно, только в каком состоянии все находится. И, в общем, я банально положил в карман себе этот объект, его, в общем, спас, взяв его из ржавой воды, в котором лежал. И вот так появившийся у меня артефакт стал некой опорной точкой в исследовании, которая вылилась, в конечном счете, в большой художественный проект. Дальше начинается явление, которое можно назвать, скорее, и медиархеологии. Медиархеология — это некая такая область в истории искусства, в истории медиа, в истории науки и техники и философии науки и техники, которая исследует происхождение тех или иных носителей, форм передачи информации, форм вычисления и попытка выстроить единую линию понимания, что счеты и современный компьютер на самом деле вполне себе родственные явления. И для меня медиархеологическим исследованием в данном случае была попытка применить эту ленту, создать устройство, которое сможет ее прочитать и использовать ее в создании некого произведения. Тогда у меня еще не было сразу же идеи, что бы за произведение это могло быть. И, как ни странно, перфоленты использовались, может быть, еще 30 лет назад на самом деле, но никакого устройства, которое бы считало и соединилось с современным компьютером, не существует. Поэтому передо мной встала задача создать это устройство, которое я достаточно быстро реализовал и очень быстро декодировал, что находится на этой ленте. Но я сразу думал об этом как о неком источнике, который мог бы стать основой для дальнейшего произведения. И тут мне в голову пришло, что главным результатом исследования, или, скажем так, артефактом, возникшим в результате вот этого бурения являлись керны. То есть это небольшие каменные образцы породы, которые извлекались из скважины с огромных глубин, и, собственно, они были главными предметами исследования, ну или одними из главных физических объектов исследования, которые, в общем, можно было пощупать руками. И тут мне очень повезло, я начал на аукционах и у коллекционеров выкупать образцы именно из скользкой скверглубокой скважины. И, собственно, во что это все вылилось? Я создал инсталляцию, звуковой объект роботизированный, который использует разбитые керны с разных глубин, не цельные куски, которые тоже, в общем, у меня есть, но которые ценны именно своей целостью. А так как керны часто крошились, при извлечении небольшие фрагменты. И так как главная тема это проникновение в землю, бурение, процесс такого вгрызания в породу. Собственно, мое произведение является автоматической машиной, которая, используя данные, прочитанные с этой ленты, с этого артефакта, извлеченного оттуда, небольшими сверлами внедряется в эти камни. Процесс же этого подзвучивается, и, по сути, инсталляция играет композицию, некую звуковую атмосферу, которая создана из реального процесса бурения. И я был очень доволен результатом, который получился в результате создания объекта, и понял, что нет другого выбора, как, собственно, отвести эту инсталляцию на Кольскую сверхглубокую скважину, чтобы, ну, скажем так, ритуально завалидировать, подтвердить ее, как бы, сущность такую, донеся ее до той точки и возобновив бурение, пускай, как бы, это на руинах империи происходит. Естественно, с целью запечатления этого процесса в результате родился небольшой такой фильм, небольшая документация, рассказывающая как о самом геологическом проекте, советском, так и о моем путешествии туда, которое, естественно, было связано с определенными сложностями, потому что объект достаточно крупный, и нужно было его незаметно протащить мимо всех кордонов, мимо всех разрытых дорог и побурить немножко на местности. В конечном счете представление об этом объекте у меня сформировалось такое, что я должен выставлять его не только как независимое такое произведение, которое шумит, гудит и стоит на выставке, но и как некую комплексную экспозицию, в которую я включаю огромное количество документов, артефактов, книг и всевозможных вещей, так или иначе с этой скважиной связанной, которые я начал коллекционировать. То есть это породило сбор большого количества архивных документов, так или иначе со скважиной связанных, которые, на мой взгляд, очень хорошо дополняют всю эту историю, огромное количество смыслов, добавляя в нее историю судеб людей, историю всего государства, в той или иной степени историю советской науки и мою личную историю, так как я явно, наверное, очевидно, потому как я много говорю об этом проекте, был очень сильно им захвачен. И, на мой взгляд, такой комплексный подход, наверное, для меня сейчас наиболее точно отвечает тому запросу, который есть на то, что я делаю, на то, что я могу трансформировать как художник из какого-то явления, из какой-то истории в художественное произведение. Ну, я немножко помолчу и просто продемонстрирую объект. Собственно, на этом кадре инсталляция стоит ровно над той самой точкой, под которой находится 12 километров тонкого отверстия, в конечном счете, на самом деле, разветвляющегося после 7 километров на несколько отдельных стволов, но все равно поражающего своим масштабом. Собственно, дальше начинается небольшой фрагмент видео, технически описывающий, скорее, демонстрирующий, что оно из себя представляет. И то, что вы слышите, это как раз, к сожалению, не очень громкий здесь звук. Ну, я не зря выбрал звук, как одно из главных медиа для данного проекта. Во-первых, для меня это одна из самых удобных форм донесения какой-то информации, которая мне хочется сказать, так как мой бэкграунд происходит из электронной музыки, и я всегда уделяю звуку большое внимание. С другой стороны, именно со звуком связано огромное количество легенд, существовавших вокруг Кольской сверху, глубокой скважины. В какой-то газете в Финляндии когда-то опубликовали то, что Советский Союз пытается добуриться до ада, значит, и после этого началось огромное количество спекуляций, так как проект был секретный, очень множество всевозможных как бы людей начали множить слухи вокруг абсолютно безумного советского проекта. Более того, в 90-е, уже после закрытия активной фазы, после завершения активной фазы бурения, в сети появилась запись, якобы сделанная внутри этой скважины, которая, значит, называлась там звуки ада, там якобы опустили микрофон и что-то там записали. Ну, запись абсолютный фейк. Много раз было доказано, что эта запись является на самом деле украденным каким-то фрагментом криков из какого-то фильма ужаса 70-х годов. Это достаточно быстро, в общем, было понятно, да и, в общем, абсолютно было ясно, что ничего такого быть там не могло на такой большой глубине. Однако ряд странных явлений на скважине, конечно же, происходил, но они связаны с перепадами давления, с газами и так далее. Миф был порожден, и, собственно, о проекте я знал именно благодаря этой записи, которая, в общем, была очень популярна в 90-е и по интернету ходила, и многие индустриальные музыканты ее использовали, в общем, как такой негативный полюс в звуковом, ну, такой немножко относящийся к какой-то таинственной черной теме глубокого ада или чего-то такого. Само место абсолютно поражает, несмотря на то, что, в общем, в любом, наверное, постсоветском городе можно найти какую-то похожую заброшенную территорию. Удаленность, абсолютная как бы девственность природы, в которой вдруг появляется такая инородная, почти как космическая станция, но когда-то давно заброшенный объект, они порождают невероятное количество ощущений, я бы так сказал, и восприятие этого места как абсолютно такого магически притягательного и не существующего в каком-то времени пространства, в которое ты очень быстро погружаешься, и, на мой взгляд, звучащая инсталляция очень органично встроилась в антураж вот этого постапокалиптического такого явления. Ну, нужно учесть, что это полярный день в июле, и солнце никогда не садится, вот эта съемка была сделана около двух часов ночи, при этом внутри станции лежит ледник в подвале, то есть никогда не тающий огромный многотонный кусок льда и постепенно все, в общем, все еще больше разрушается, я думаю, там через 5-6 лет туда не будет смысла даже ехать, ничего кроме обломков там совершенно не останется. Суровый север очень быстро забирает все себе. Ну, немножко от звуковых передайте привет. Немножко отойду от таких серьезных и, в общем, многомерных произведений к немножко более легким или, скажем так, ироничным, но не менее интересным в своей реализации для меня. Это тоже новый проект, который был реализован всего лишь несколько месяцев назад, называется Umbilical Digital или, в общем, можно его перевести на русский как цифровая утроба. И это такой проект, отсылающий в какой-то степени к моему детству или, скажем так, к какой-то информации, которая осталась во мне с детства. Все помнят, ну, наверное, кто постарше точно или там моего возраста помнят, что в середине 90-х была очень популярна такая маленькая игрушка Тамагочи, маленький такой цифровой питомец, который моментально завоевал сердца и умы всех детей в возрасте от 3 до 15 лет, который при этом породил огромное количество всевозможных таких социальных странных явлений. Например, мне очень запомнилось, что я в новостях слышал такую информацию, что в Японии дети, а это японская игрушка, настолько сильно переживали о том, что умирал их цифровой питомец, что чуть ли не нервные срывы получали депрессии и еще хуже. И меня это очень поразило, поразило просто как явление. Потом для меня стала понятна его причина, потому что игрушка-то сама японская. В Японии очень сложно иметь домашнее животное, а такая эмпатия человека к домашним питомцам всегда очень была сильна. И она стала по-настоящему заменителем, насколько это возможно, какого-то объекта, с которым можно делиться своим теплом и энергией и заботой. И понятно, что утрата и незнание того, что его можно перезагрузить на самом деле заново, возродив существо, порождало эмоциональные кризисы. И это произведение я создал специально для выставки, которая называется «Демоны в машине». Выставки, которая проходила буквально недавно в Московском музее современного искусства. И куратор этой выставки Дарья Пархоменко чуть ли не завтра читает лекцию тоже в рамках этой серии. И вся эта выставка была посвящена искусственному интеллекту и всевозможным мифам и не только мифам, вполне конкретным явлением, связанным с тем, что машины становятся сильно умнее. Если не нас, то просто они становятся с каждым годом умнее и умнее. И сложные системы, которые можно создавать при помощи так называемого искусственного интеллекта, которого, конечно, пока нет, назовем это нейронных сетей, становится все сложнее, интереснее. И искусство здесь не отстает с огромным удовольствием, используя те или иные наработки в своем всевозможном, применяя для создания новых интересных произведений. Я забегу вперед, сразу скажу, что никакой искусственный интеллект или нейронной сети я в этом проекте не использовал умышленно, потому что мне как бы как мне показалось, можно обойтись без использования столь, не стрелять пушкой по воробьям, создать гораздо более простой алгоритм, который при этом своим поведением и своей сущностью будет ничем не отставать по своей теме, и при этом за счет ироничности произведения вполне раскроет эту тему. И в общем суть этого произведения в том, что это ферма, в которой живет пять томогочи, которые подключены к бесперебойному источнику питания, и которые управляются при помощи алгоритма, зашитого в маленький микроконтроллер, то есть в микрокомпьютер по сути. И я ходил несколько недель с томогочи с одним в кармане и смотрел примерно каковы его потребности и как часто возникают они. Написал алгоритм, который не позволяет им никогда умереть. То есть это алгоритм, который заменяет человека, заменяет нажатие клавиш, когда им нужно покормить, сходить в туалет, убраться за ними, поиграть с ними, еще какие-то манипуляции, вылечить, разбудить в нужный момент. То есть по сути такая матрица или вечный рай для томогочи, в котором одна система, одна кибернетическая система в виде микроконтроллера заботится о другой микрокибернетической системе, которая является томогочей по сути. И при этом они не знают, что это не человек, а другая система не знает, что она делает. И для меня это такая абсолютно утопическая имитация двух неживых систем, которые при этом претендуют обе на то, чтобы одна будет заботящаяся некой утробой, матерью, а другая в общем-то беззаботным таким существом и микроорганизмом. При этом для выдерживания научного некого процесса я встроил в систему термопринтер, который на кассовую ленту выводит всю статистику колонии, всю статистику фермы и можно как некую летопись отслеживать и постепенно корректировать алгоритм, чтобы еще более точно и оптимально о них заботиться. Здесь есть короткое видео, но я по сути рассказал все, что нужно было донести об этом проекте. Конечно, сразу очень много было забавных реакций, потому что все сразу вспоминали, что, например, училки в школе заставляли сдать все тамагочи на уроки, и это страшно расстраивало, потому что он же начинает пикать, ему же хочется там покушать, а ты не можешь, потому что он на столе лежит, и это же была дикая трагедия, а так можно было их ставить в ферму, и они бы жили. Я-то, в общем-то, пошутил этим проектом по большому счету, хотя японцы отреагировали очень интересно, там 50 тысяч просмотров за один день было, увидел, что очень много для того, что я делаю, и огромное количество отзывов, которые говорили, блин, как нам не хватало этого алгоритма в 90-х, у нас бы они все не мерли, а потом из официального комьюнити тамагочи России мне стали писать сердобольные девушки, которые переживали о том, что у них какие-то суперсложные тамагочи есть, у которых там какие-то сценарии их поведения, развития настолько сложны, что они не могут с ними разобраться, и давай ты нам напишешь программу, которая нам будет все время как бы их убаюкивать в нужном направлении, вот, но я, конечно, отказался, потому что это уже какой-то немножко фетишизм, как бы и странная история, но очень интересный прецедент, когда, в общем, я даже не знал, что они до сих пор популярны, я эти тамагочи-то еле нашел, вот, а оказалось то, что вполне себе они, еще есть большое количество людей, которые с ними, значит, занимаются, ну, так как я заявил в названии своей темы о том, что я буду говорить о гибридах, и, в общем-то, предыдущий проект уже, в том числе о гибридах, предыдущий проект уже, в общем-то, является некой гибридной системой, однако исключающей, как бы, да, человеческие агенты, это два, как бы, два нечеловеческих агента, которые между собой прекрасно, значит, взаимодействуют на потеху зрителю. Следующий же проект, который я хотел бы показать, ну, является, наверное, одним из самых ключевых произведений когда-либо мной созданных, по крайней мере, одним из самых важных, хотя ему уже несколько лет, и это как раз пример такого гибридного искусства, искусства, в котором происходит, ну, достаточно точная, мощная связь живой материи и некой электронной кибернетической системы. Проект этот называется Until I Die, или на русский можно это привести как пока я не умру, и суть этого проекта на самом деле очень простая. Я в течение нескольких месяцев, в течение полутора лет сдавал свою собственную кровь, постепенно накапливая ее и специальным образом консервируя, и, в общем, делая ее стабильной и, скажем так, неподверженной заражению ненужных агентов. То есть, это не совсем то же самое, что заготавливать кровь для донорства, которая, в общем, хранится очень недолго и потом раскладывается на разные компоненты или, в общем, просто выкидывается. У меня не было задачи оставить эту кровь живой, у меня была задача как бы оставить ее нужного цвета, нужного химического и физического состава. Далее я создал инсталляцию, которая представляет собой объект, имеющий в себе 55 небольших батарей, заполненных моей собственной кровью, которая дает электричество, потому что, как известно, кровь — это раствор солей в том числе, и любая соленая жидкость может окислять металлы, а если это металлы с разной скоростью окисления, то мы можем получить поляризированный ток постоянный. Собственно, по такому принципу были созданы самые первые электрические батареи Александра Вольти в начале 19 века, используя, точнее, пытаясь опровергнуть утверждение другого итальянского учебного Гальвании о существовании животного электричества, доказал то, что металлы могут порождать постоянный ток, собственно, используя либо соленую жидкость, либо кислую жидкость, которая окисляет цинк, медь или какие-то еще металлы. В данном случае он использовал цинк и медь, я использовал медь и алюминий, потому что мне нужно было немножко медленнее, чтобы этот процесс происходил. И тут это опять же отсылка к такому медиаархеологическому исследованию, когда общая эстетика проекта была, если не выдержана, то, по крайней мере, направлена, чтобы, может быть, даже отчасти использовать какую-то эстетику вот этих первых батарей, созданных на самом заре возникновения электротехники и электрических батарей постоянного тока. Мне было очень важно, чтобы этот проект не только был представлен как инсталляция, которая просто висит в каком-то пространстве, но очень был важен еще перформативный элемент для некой валидации, для реализации этого проекта в моем присутствии, скажем так. Я последнюю порцию крови, собственно, излег из себя как некий такой акт, как перформативное действие на открытии этой выставки. Я недорассказал. Помимо выработки электричества, это электричество питает небольшой синтезаторный модуль алгоритмический, который бесконечно играет никогда не повторяющуюся композицию. Это очень примитивный блок, это сложно назвать какой-то сложно сочиненной музыкой, это скорее такой небольшой микроконтроллер, который способен генерировать очень простые тона, но при этом он никогда не повторяется. По сути, он сочиняет эту музыку. Почему для меня это важно? Потому что я создал определенную копию самого себя, некую систему, которая создает звук или сочиняет музыку, или каким-то образом звучит существует на выставке, и она является генетически и использует мою самую главную жидкость моей жизни, мою самую главную жидкость моего тела для этого, при этом постепенно умирая. И создавая такую гибридную копию себя, я создавал некую ситуацию, в которой мне было важно находиться вне ее. То есть запустив этот проект, я сделал систему, за которой я мог бы наблюдать со стороны. То есть по сути существует некий даже выход из собственного тела в какой-то степени, или создать какую-то творческую сущность, которая является моей какой-то копией. Здесь, конечно же, огромное количество смыслов может быть добавлено к этому проекту. Очень по-разному люди его воспринимают, реагируют, для кого-то он вызывает тотальное отторжение, кто-то видит в этом. Так как я показывал в Словении, это бывшая Югославия, там достаточно сильны какие-то настроения послевоенные, там кровь по-другому считывается. Мне нравится, что множество смыслов может быть порождено из этого проекта, и он может быть воспринят совершенно с разной стороны. У нас есть, наверное, временно может быть одно-два произведения, надо только понять, что бы это могло быть. Ну, раз уж пошла такая тема немножко разрушения, я не могу не показать, ну, не разрушений, даже не саморазрушений, но, в общем, связанная с какими-то спорными моментами. Я бы хотел продемонстрировать еще один проект, это проект, которому уже, наверное, около четырех или пяти лет, и он называется Oil. В данном случае под Oil поднимается не нефть, а масло, то есть некий экстракт чего-то из чего-то. И суть этого проекта в том, что это пять гидравлических прессов, то есть это такая мультипликация сразу нескольких одинаковых инсталляций, то есть это одна инсталляция умноженная на пять. И смысл в том, что любой человек может подойти к этому прессу и уничтожить абсолютно любой объект, который он хочет, который у него есть с собой, свой собственный объект. Процесс уничтожения записывается на небольшой микрофон. В общем, для того, чтобы уничтожить практически все, что угодно, на таком прессе нужно пять-шесть секунд. В течение десяти секунд примерно работает запись, в зависимости от того, как интенсивно люди давят. Бывает, что процесс идет немножко по-разному. После чего записанный звук очень быстро алгоритмически трансформируется в композицию, 20-минутную композицию, что происходит в течение на самом деле буквально двух секунд, двои секунд достаточно для того, чтобы произвести метаморфозу. И эта композиция, этот самый звук разрушения, растянутый и обработанный достаточно минимальными средствами для того, чтобы создать законченную композицию. И одна из композиций, которую вы сейчас слышите, это как раз одна из полутора тысяч записей, сделанная при помощи этой инсталляции. для меня это большой социальный эксперимент был, потому что не было понятно вообще, будет ли это интересно кому-то, может быть, они просто простоят полтора месяца выставки и никто никогда не захочет это делать. Я планировал, что вообще мусор от разрушенных объектов, наверное, будем оставлять рядом с инсталляцией, чтобы это стимулировало людей что-то ломать. Но я был поражен, потому что ежедневно собирались такие горы мусора, и люди так много всего ломали, с таким большим удовольствием пользоваться этим прессом, не только потому, что они получали после этого запись себе эту, но и просто как бы сам такой эффект усиления собственной мощности видимо производил большое на них впечатление и сильно их манил, что в общем эксперимент можно назвать достаточно успешным и удачным и люди с удовольствием шли на избавление от таких консумеристских каких-то объектов стандартных штампованных путем их уничтожения и превращения в уникальные никогда не повторяющиеся собственные произведения, которые они создавали при помощи этой системы. И тут забавно, что сама система выглядит как вполне такая заводская и абсолютно утилитарная и выглядящая как что-то скорее для серийного производства чего-то, что в общем совсем не так. Как раз это проект для очень индивидуальной трансформации каких-то повседневных вещей в совсем даже не повседневные. И звук здесь специально выбран как главная медиа, потому что его как бы эфемерность и абстрактность лишь подчеркивает вот эту какую-то легкость избавления. Было очень много людей с жесткими дисками, которые сломались, например, и они хотели как бы ритуально их модифицировать в звук. аминь. 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 Ну, не знаю, почему-то случайно перескочил на вот этот проект. С удовольствием его тоже покажу. Не знаю, как так вышло. Это произведение тоже где-то 14-15 года и как раз относится к некому иному вектору, который мне очень интересен. Ну, определенный социальный подтекст был и в предыдущей работе. Это же произведение совсем имеет такую, в общем, активистка-хактивистскую окраску и по сути, в общем, является таким орудием для нанесения в общем ударов. Это полицейская дубинка. Но немножко модифицирована и модифицирована она путем установки GSM-модуля. GSM-модуль это то, что является сердцем любого мобильного телефона, то есть модуль связи, который позволяет отправлять сообщения, звонки принимать и так далее. Но это open source, то есть модуль, с которым можно что-то делать, его как-то модифицировать, в какой-то проект интегрировать. И суть этой полицейской дубинки в том, что каждый раз, когда вы ударяете ей, точнее полицейский, конечно же, ей ударяет, она отправляет смс. Смс текстом «Мама, я ударил человека». Ну то есть это абсолютно утопический проект. Понятно, что ни один полицейский департамент в мире в жизни подобный проект на вооружение не примет, но это спекулятивный проект, проект, отсылающий к утопической идее того, что если мамка не остановит полицейского от жестокости, то в общем никто не остановит. Мне достаточно близок такой вектор применения технологий в искусстве, который мог бы пускай даже через абсолютно информационное такое исключительно медиапространство акцентировать какие-то сложные социальные моменты. У меня нет претензий к полиции, меня никогда в жизни никто не бил, но мы видим, к сожалению, не только в России, в общем по всему миру полицейскую жестокость и на это невозможно не реагировать. Я подумал, что вместо такой чистой критики я могу просто пофантазировать и повыдумывать, что бы это могло быть и какой бы мог вообще существовать контроль. Понятно, что ни камеры, ну вообще ничего не работает, если мамка может быть будет знать, может быть он будет немножко тормозить. И немножко из этой же оперы спекулятивного дизайна тире устройства, скорее предназначенного не для экспонирования на выставке, а для какого-то действия. Я хотел бы продемонстрировать вот этот проект, который называется DJ Oxide. это такая игра слов, где DJ это цифровой оксид, это там окисление, оксидация. Тоже достаточно старая работа, суть которой в том, чтобы путешествовать по городу с этим устройством, которое очень похоже на носом, в общем оно и является носом. Слава богу, как бы русская публика сразу считывает в этом отсылку и к носу Гоголя. Иностранцы не понимают этот контекст, но это неважно. Идея этого проекта в том, что объекта оснащен большим количеством газоанализаторов и всевозможных устройств и сенсоров, которые оценивают состояние окружающей среды воздушной на загрязнение, на пыль, на дым, на всевозможные газы, продукты горения и выдает некий анализ этого в виде небольшого изображения, которое печатается из микропринтера, который установлен внутри самой же этой работы. То есть это такой объект полного цикла, объект сам в себе, который сам понюхал, сам как бы стошнил тем, что он нанюхал. Сейчас я в лабораторной среде домашней запустил ему зажигалки смесь газов, обычно бутан-пропан, и он выдаст практически черную картинку. Здесь запрограммировано таким образом, что чем грязнее, тем чернее, тем темнее, но если там совсем зашкаливает газ уже в атмосфере, то там практически черная картинка. Это ни в коем случае не инфографика, то есть не попытка создать какой-то научный или измерительный прибор, это художественная интерпретация. Я бы сказал так, что средняя загрязненность дает максимально интересную красивую картинку, потому что слишком свежо, то там все такое зелененькое и совсем скучно. Как только какая-то средняя примесь, то возникают наиболее интересные комбинации. Сейчас немножко видео промотаю, полевые исследования. Метафора дико простая, конвертация грязного в красивое. И не более того, конечно, с попыткой привлечь внимание к проблеме, то есть здесь есть экологический дискурс с идеей обращения внимания на то, что, в общем, дышим мы черзнает чем в городах. И, как ни странно, самые красивые картинки получались в Цюрихе, в Швейцарии. Казалось бы, страна, окруженная Альпами, но очень индустриальная и на самом деле очень загрязненная эпохопродувающийся город. В Цюрихе были какие-то невероятно интересные картинки. Как правило, с этим объектом я хожу по городу вместе с какой-то группой участников в фестивале или просто зрителей и, в общем, раздаю эти картинки или оставляю их на этой местности. Конечно, это на стрит-арт не тянет, но, в общем, такой анализ места, некий такой проект, не существующий в галерее, а существующий как способ передвижения и ощущения пространства того или иного. Извините, чтобы экономить время, чуть-чуть буду проматывать. Ну, собственно, я собрал библиотеку в хождении по Москве и какие-то самые интересные кадры сохранял, они у меня есть на сайте. Достаточно много очень интересных комбинаций получалось в зависимости от того, к какому заводу ты поближе подошел. Есть же еще, сколько-то там пару минут или мне надо заканчивать и переходить к другой части. Ну, ладно, я тогда еще про что-нибудь вредно-спекулятивное или, может быть, лучше безобидное. Этот проект называется HotSpot Poet. Под HotSpot я понимаю точку доступа к интернету и все мы знаем, что Wi-Fi как бы стал повсеместным явлением и, в общем, таким неким очередным слоем на самом деле засорения пространства, можно и так сказать. Но с Wi-Fi очень интересная вещь есть, что само по себе название сети является в общем-то медиумом, является способом определенную информацию транслировать, если вы приходите в Макдональдс, там написано Макдональдс, вот здесь вот есть арена, пресс, Казань, арена, то есть оно означает какую-то конкретную информацию в себе несет. И однажды в одном торговом центре я увидел Wi-Fi сеть, которая называлась офис 106 продажа воздушных шариков, я не помню, что именно. Я подумал, что само по себе сеть уже несет на самом деле не просто какое-то послание, а может быть даже очень вариативным в своем послании. И иногда соседи что-то оскорбительное пишут о других соседях, и при этом все видят, тут в чем интерес в том, что Wi-Fi сети являются вседоступным и видимым всеми таким способом коммуникации. И мне пришла в голову идея, что с этим можно поработать на таком локальном каком-то уровне, создав какое-то произведение, которое непосредственно с этими сетями, с этими именами сетей и исключительно только с этим и работает. И так родилась идея этого проекта, который является таким вот набором из четырех, их может быть гораздо больше, но первоначально я сделал четыре небольших устройств электронных, которые являются точками доступа к Wi-Fi, каждый из которых запрограммирован таким образом, что через каждые 10 секунд сам себя переименовывает. То есть через каждые 10 секунд каждая точка доступа называется как-то по-другому. А собственно в названиях этих сетей запрограммированы стихотворения разных поэтов. В данном случае четырех поэтов Петрарки, Басё, Пастернака и Гёте. И получается, придя в кафе, например, включив какой-то из этих устройств, вы начинаете транслировать построчно эти стихотворения, декларировать, в общем, даже декларировать и транслировать одновременно. Что на самом деле очень забавно, потому что в публичных местах люди постоянно ищут какие-то сети, но здесь они даже не будут к ней подключиться. Само по себе как бы имя сети является содержанием. Я извиняюсь, здесь почему-то очень быстро был хороший интернет, но он стал работать чуть медленнее во время лекции. И это, как и предыдущие пару работ, такое устройство в общем скорее для прогулок по городу и публичного какого-то взаимодействия со средой. Умышленно мною создан как будто это какой-то продукт, хотя, конечно, таковым не является. Более того, как бы власти вообще не очень любят, ну не то, что власти, просто никто не особо любит какие-то непонятные точки доступа, непонятно где. Разные телефоны немножко по-разному воспринимают эти передающиеся сети, какие-то из них просто одну и ту же строчку переименовывают, как вот этот андроидный телефон, где мы видим просто построчно меняющееся название. Но, например, айфон видит сразу несколько сетей, точнее, как он увидел одну сеть, и он когда видит другое название, он ее как бы добавляет туда, а не убирает предыдущую, и можно постепенно прочитать все стихотворение. Или можно строчки даже как бы пронумеровать, и тогда вообще как бы там в течение полуминуты все стихотворение полностью прогрузится. в общем, такой безобидный и милый проект, работающий с абсолютно такими, с абсолютно типичными и всеми понятными слоями. Но я его развил в несколько более сложную систему, которая называется Hot Ninja, и это уже такой более сложный активистский проект, где есть клавиатуры, я могу в любой момент набирать любой текст, который становится именем сети, на кириллице или на латинском языке, и, соответственно, как бы ходя по городу, в общем-то, даже чатиться, то есть писать людям какое-то сообщение, которое массово люди могут увидеть, например, это может оказаться полезным, если в какой-то ситуации интернет весь будет выключен по какой-либо причине, ну, разные могут быть причины. Вот, функционал этого проекта я расширил еще создав как бы выпрыгивающую captive page, то есть это страница, которая, например, автоматически выскакивает, когда вы в каком-то пространстве оказываетесь, вот, можно создать сеть McDonald's Wi-Fi Free, прийти туда, и как бы у людей все телефоны начнут ко мне подключаться, вот, им будет принудительно выскакивать какое-то содержание, которое я сам захочу туда запрограммировать. или можно, точнее не можно, а именно я создал еще возможность иметь чат там, то есть, по сути, это становится моим персональным интернетом, который лежит у меня в кармане, и независимо от того, существует как бы в стране интернет или нет, или в конкретной точке, у людей остается возможность коммуницировать между собой. Вот, ну, здесь есть некие вопросы легальности, я, в общем, скорее создал некую тему, и прецедент как бы, ну, не заупотребляя им как бы для того, чтобы не создать какие-то вопросы пограничные, где каким-то образом может оказаться на моей судьбе. Вот, я не знаю, наверное, все уже прилично устали, наверное, можно перейти как бы к какой-то части, если есть какие-то вопросы, вот, может быть, по ходу я что-то подиллюстрирую свои ответы, еще какие-то продемонстрирую объекты. Тамагочи простояли на выставке один месяц, собственно, время работы выставки, после чего я их выключил, как бы убив, вот, ну, как бы вот такая судьба у них. Они умерли очень сытыми, довольными, да, без какашек вокруг, и вообще, как бы, счастливы абсолютно, выспавшись, и в любой момент могут опять родиться, вот, была идея поставить аккумулятор, который бы держал как бы долго в тонусе, ну, я как бы подошел прагматично, как какой-то биолог, который смывает как бы остатки какой-то плесени после опытов, как бы спокойно утилизировал это, вот, но, честно говоря, некая эмпатия возникала к этой системе, когда ты стоял рядом с ней, долго наблюдал, ты начинал, я очень сильно сопереживал с теми, потому что я не был уверен первую неделю, что все будет выживать, и дико удивился, когда увидел, что все звери в неделю прожили, и никто не умер, вот, я даже спросил специально, я не мог быть все время на выставке, я просил людей следить, как бы, то ли, то же, то же ли самое животное все еще на том же месте, вот, все говорили, да, они, в общем, там все еще пухнут, как-то разрастаются, там, если их кормить активно, они становятся крупнее, вот, это был такой хороший признак, Это проект совместно с московской, как правильно сказать, с московским исполнителем, с московским художником, который выступает под псевдонимом Лавозера, и я создал некую роботизированную систему, достаточно примитивную, на самом деле, как технически, так и концептуально, которая породила достаточно интересный перформанс из себя, суть этой работы в том, что это двигающийся микрофон, который расположен напротив рта исполнительницы, который может отклоняться по разным осям, точнее, в общем, в одной плоскости, но с разной скоростью, скажем так, что создает достаточно интересный эффект, помимо этого, на устройство оборудовано небольшой, очень-очень примитивной системой такой обратной связи в виде десяти светодиодов, на которые выводится, ну, скажем так, заведомо нами обговоренная какая-то информация. Ну, если, например, диод начинает как линейка бежать вниз или вверх, начинает хаотично мигать или мигать в какие-то части, мы знаем, что каждый из нас должен делать. и это такой как бы на самом деле глубокий проект на тему манипуляции в какой-то степени, потому что получается, что исполнитель заточен как бы в некую систему, которая, в общем-то, может выключить звук или говорить, что делать. И это такой интересный способ трансформировать какие-то устоявшиеся социальные явления в художественный акт, и тем самым может быть их таким образом ну, скажем так, выместить из сложной системы взаимодействия, такой спорной, консервативной, в некое созидательное поле. Тем самым может быть придав им какой-то другой оттенок, менее негативный. Не в коем случае не обеляя их, а исключительно используя и тем самым апеллируя к этому техно-дискурсу некого порабощения систем и каких-то механизмов, которые при этом при правильном подходе могут все равно создавать какое-то художественное произведение, художественное высказывание и очень даже красивое, ну, как бы на наш взгляд. Вот. Ну, очень коротко можно какой-то фрагмент. фрагмент. Я просто промотаю на какие-то, может быть, совсем... Что-то такое. Кто, кто они? Да хорошо реагировали. Ну да, это же была всегда как бы... На самом деле же очень попытка... Не было желания кого-то там поработить и заткнуть рот, как будто бы. То есть я могу просто же... Я имею эту власть, в данном случае, сидя сзади, как бы с джойстиком, который управляет этим, просто не давать ей звучать. Но я же в этом не заинтересован. Имея эту власть, я, по сути, наоборот, стремлюсь к очень гармоничному сосуществованию, потому что мы же порождаем что-то новое своим перформансом. И получается такое, как бы все время есть острая грань между манипуляцией и соучастием. Она, мне кажется, в жизни, на самом деле, тоже часто возникает. Конечно, да. А все искусство получается для самого себя испытывание. 4,5 литра крови слить тоже. Испытание хорошее получилось. Но, мне кажется, все искусство, на самом деле. Ну, припереть 20-килограммовую инсталляцию тоже приличный был опыт. И для меня это никогда не вопрос, делать или не делать. Это всегда только делать и смотреть, что из этого получится. И каким ты выйдешь из этого, как бы провалишь ты это, или для тебя это будет какой-то большой плюс и, не знаю, интересный опыт. Вот. Иногда что-то бывает и негативное, как бы иногда проект может тебя достаточно сильно надоломить или, в общем, не даться легко, как бы мог. Вот. И это всегда такой тот еще спорт физический, в прямом смысле слова, потому что это всегда какая-нибудь ночь без сна или 10 ночей без сна или что-нибудь такое. Вот. Поэтому это в какой-то степени действительно про преодоление, как бы. Может быть, в этом проекте, на самом деле, оно лежит в плоскости человеческих взаимоотношений, в других, как бы, в каких-то, может быть, физических там или просто всегда ты придумываешь проект сложнее, чем ты можешь сделать. Вот. И это всегда вызов, который, приняв, ты, как бы, как ты должен из него выпустить. Вот. Поэтому у меня достаточно много новых работ всегда появляется, потому что мне никогда не стоит вопроса, делать или не делать. Ну, то есть, конечно, какие-то адекватные бывают, там всегда нужно, чтобы был ресурс. Вот. Но я с удовольствием, например, на выставке чаще делаю новые проекты, чем показываю уже какие-то давно состоявшиеся. Или в дополнение к старым всегда старое и новое, особенно если это какая-то выставка, в которой есть новый интересный контекст, какая-то интересная тема, на которую можно что-то, как бы, сказать. Это всегда очень интересно, когда есть еще извне, как бы, запрос на, может быть, очень конкретное, как бы, какое-то явление в концепцию и так далее, потому что тогда ты пытаешься выйти из зоны комфорта придумывания только самому себе интересных проектов, да, попадая в ситуацию, когда, в общем, есть некое сочинение на заданную тему. Вот. И это тоже как раз будет один из таких примеров, когда, в общем, я не собирался такой проект делать, а был конкретный запрос на совместный перформанс. И хотелось, как бы, какую-то интересную метаморфозу такую, взаимодействие, как бы, двух перформеров, двух выступающих артистов создать. Вот. Вот. Я, если честно, не могу сказать, что я очень много с кем-то взаимодействую, очень много у меня коллабораций, они случаются периодически, но последние годы достаточно редко, я бы сказал. Вот этот проект полтора года назад был сделан, и, в общем, с тех пор я ни разу ни с кем не взаимодействую с созданием каких-то совместных проектов. Но это очень важно, и такие примеры у меня были, и это всегда как бы обмен опытом, и часто просто очень объективный симбиоз, когда один человек… Я, например, практически не работаю с компьютерной графикой или очень мало с ней работаю. Если нужна какая-то визуальная выразительность, именно экранная какая-то, то понятно, что разумно, если бы это кто-то сделал совместно со мной. И такие примеры у меня были. Ну, там, семь-восемь лет назад у меня был ряд интересных проектов, когда я взаимодействовал со студией Stain, ну, или с группой художников, где они занимались созданием больших проекций, а я занимался электроникой, звуком и интеграцией всех систем вместе, ну, где на самом деле все все равно имели право голоса и так далее. Просто технически такое было взаимодействие. Сейчас как бы мне немножко сложно на эту работу смотреть, так, в общем, серьезно, хотя она, в общем, эстетически очень емкая в плане заполнения пространства была. Это, в общем, такой микромир из нескольких десятков или даже под сотню разных ламп со системой распознавания звука по разным частотам и большого графического видео, такого компьютерной графики в реальном времени создающейся проекции. И все это было через звук завязано друг на друга, потому что звук порождал движение света, свет порождал сенсорами световыми воспринимающиеся команды для видео, видео влияло на звук. И получается сложный фидбэк с несколькими системами операторов, где как бы многосоставная система взаимодействия разных элементов. Ну, вот такую графику я бы сам просто не стал бы делать, потратил бы на это много времени, да и не очень я этим занимаюсь. Но вот как такое взаимодействие, это было здорово, интересно, поэтому это всегда, конечно, классно объединяться усилиями. А по продвижению, мне кажется, самая правильная стратегия, это как бы, во-первых, просто работать много и несмотря ни на что. Вот я не могу сказать, что я вот, например, коммерчески успешный художник или зарабатывающий что-то человек, как бы не более чем средства у меня появляются, чтобы создать просто следующее произведение. Как правило, все остальные деньги – это просто как бы обеспечение жизнедеятельности, не более того. То есть это просто для меня стало работой, как бы неким таким самообеспечивающим процессом, что тоже очень немало на самом деле, особенно в реалиях нашей страны. Да и, в общем, не сказать, что где-то заниматься искусством сильно легче, чем у нас или сильно сложнее. Это везде трудно. Но просто по-другому уже никак. Лично я просто по-другому и не могу. Но очень важно, если вы что-то делаете, ну, доносить это, наверное. И мы же все равно получаем удовольствие от того, что кто-то взаимодействует с нашим искусством. И, собственно, в этом и, наверное, есть одна из главных таких поступательных энергий для художника, что кто-то от его произведения, а не только он сам, получает удовольствие. Да, есть всегда процесс его создания, который доставляет удовольствие. Или, может быть, это даже и муки, как бы, но все равно, как бы, есть результат, которым ты можешь быть доволен. Но этого недостаточно. Всегда нам нужно, чтобы это кто-то видел. И стратегия документировать это и выкладывать, или подавать куда-то, есть заявки, она тоже, на самом деле, работает. Вот. Отправлять письма, как бы, с рассказом о своих проектах. Может быть, ненавязчиво, как бы, не нужно всех спамить. Вот. Но если вы считаете, что работа, как бы, имеет какой-то интересный результат, и ее как-то получилось запечатлеть. И, как я в самом начале сказал, да, для меня проект закончен, когда я его, там, выложил на сайт, и уверен, что он сохранен не только как физический объект, но еще и как некая архивная документация. Вот. Это не стоит ставить в угла в угла. Хотя это может быть отдельным жанром. Есть художники, которые произведения не делают, но делают документацию, как бы, например, полностью фальсифицируя свой проект. И это стало отдельным жанром. Там есть вообще понятие макументари, да, то есть псевдодокументальный фильм. Документальный фильм о чем-то, чего, на самом деле, вообще и нет. Вот. Но оно может быть настолько на интересную тему, ну и вообще в art and science и в технологическом искусстве очень многого нет. Вот. И очень многое это обобщение, приведение к какой-то метафоре, просто какой-то созданный образ чего-то. Ну и, в общем, документация тоже может быть такой. Она может быть немножко, как бы, часть объектов круче выглядит на видео, чем в реальности, а многие проигрывают очень сильно на видео. Здесь важно с этим, как бы, взаимодействие, потому что мы живем, как бы, во время, когда медиа, да, и интернет, и записанное видео являются, в общем, неотъемлой нашей частью такого информационного поля. И глупо не использовать это для того, чтобы, ну, скажем так, мне не нравится слово продвигать себя, ну, по крайней мере, позиционировать себя, да, или представлять себя. В конечном счете, это стратегия выживания художника в большой степени. Вот. Немногие могут себе позволить быть тихими гениями, сидя дома и ничего никому не показывая, как бы, в конечном счете, долго так, наверное, не протянешь, если у тебя нету какого-то входящего ресурса. Хотя есть и такие примеры, как бы, когда люди совершенно не заинтересованы в каком-то популяризации своего искусства, но настолько хороши, что это им не надо, как бы, я к таким не отношусь. Вот. Есть вопрос. Если вы получите, если вы получите, если вы получите, в разных странах, вы можете говорить о том, что, смотрите, какие-то какие-то национальные, такого, национальные способности национальные аппараты или как вы получаете направление, где вы получаете основные изделия и они разные национальные реализации? Есть ли национальные отношения? Ну, на самом деле, и да, и нет. Точнее, и да, и да. И да, и действительно, это очень такое объединенное, практически новосферное, как бы, пространство, в котором очень много, это очень универсальный язык. И как и весь мир становится сильно ближе, да, в хорошем смысле, то и тут, как бы, это, как вообще искусство, очень универсальный язык коммуникации, гораздо более универсальный, чем, может быть, даже литература, потому что литература оперирует, ну, языком, и язык в переводе, да, это другое произведение всегда, даже если оно суперталантливое, даже если какие-то нюансы передаются. Здесь, как бы, вот, не только изобразительное искусство, ну, вот любое искусство, работающее с чем-то визуальным, концептуальным, оно действительно сильно универсальнее. Но есть и, конечно же, национальные черты, ну, вот, например, проект «Кольская сверхглубокая скважина» конкретно несет, в общем, ну, я старался, чтобы в нем не было ностальгического такого ничего, хотя оно, конечно же, присутствует там. Я, как бы, от него немножко абстрагировался, вот там трагедия, развалилась страна. Ну, это переживали тысячу раз уже все. Есть конкретная история, конкретное явление, и оно неплохое. Как бы, я не даю ему оценку, что это чудовищное. Ну, как бы, в конце концов, я бы не сделал этот проект, если бы «Кольская скважина» до сих пор существовала. Но есть, например, обсерватория в Архизе, да, и там, в общем, на Кавказе у нас есть ряд, например, мощнейших научных институций, астрофизических обсерваторий, которые там и нейтрино ловят под горой, и радиотелескопами оперируют, они действуют, и там есть резиденции для художников, туда ездят. Можно как бы с живым и существующим явлением тоже взаимодействовать и работать. В то же время, как бы, можно посмотреть на проекты, например, немецких художников, и ты видишь часто скрупулезную выверенность, например, механическую. То есть, казалось бы, не такой важный аспект, но в этом тоже проявляется искусство, искусственность, как бы их создания. Для каких-то стран более характерна такая работа с визуальностью, возведенная в абсолют, например, для азиатских художников, например, из Японии, Кореи, гораздо важнее, чтобы это было, при том, что это все равно это очень умное и концептуально сложное произведение, они редко оставляют это, например, они не оставляют провода торчащими, как я, например, люблю. Мне нравится технологическая эстетика, где все изнутри наружу вывернуто, и вот оно здесь, вся система видна. Они там закроют это пластиковой панелью, и вообще у них там будет все фиолетово-розовым как бы светить, и такое, в общем, очень по-японски трогательно-визуальное будет. И это здорово, мне кажется. Например, в прошлом году я был в Казахстане, в Эстане с мастер-классами, и там несколько художников местных очень здорово работали с какой-то местной визуальностью, включали ее в свои мультимедиа-проекты. Вот я не буду там конкретно говорить, кто и как, но этот коварит чувствовался, и он, в общем, интересно пролезал очень. И там вот Казахстан в какой-то степени можно, я не знаю, может быть, это очень грубо, но вот сравнить с республикой Татарстан, потому что это одновременно как бы такое, очень много культур смешанное, одновременно как бы и русскоговорящая территория, и при этом есть национальный коварит. Есть как бы разные религии, которые смешиваются. Есть Восток, есть Запад. И это классный микс, с которым очень тонко можно как-то работать. Мне кажется, вот у Примитейт, постоянно проявлялась у Галеева в работах всевозможные оттенки. И нету задачи в таком искусстве, мне кажется, стереть это. Есть задачи тонко с этим работать, и есть прекрасный проект, например, с носимой электроникой связанной, то есть электроника, которая интегрирована каким-то образом в одежду или в какие-то системы. Ну, даже вот мой проект со шлемом по сути является таковым, хотя, конечно, он стационарен, он не для похода в город, он, в общем, для перформанса, это скорее такое доп. устройство. Ну, многие идут далеко и совмещают одежду, делают такие гибридные проекты, и там сразу ты начинаешь работать как бы с традиционными подходами в орнаменте, в создании как бы вот узора на одежде. И есть классные проекты, например, где узоры, национальные узоры на одежде вышиты, при этом это антенна как бы электромагнитная, и она улавливает электромагнитные колебания, усиливает их, превращает их в звук, и человек как бы в наушниках идет, и его же собственная одежда порождает очень интересные какие-то случайные, но красивые звуковые колебания. Вот, и это как-то используется. В общем, поле широкое. Одна из важных задач, это, собственно, ну не то, чтобы как бы, я не выступаю адвокатом технологии ни в коем случае, но для меня это такой просто инструмент и язык, вот, который, в общем, не про то, что все нас уничтожает технически, а про то, что мы просто коэволюционируем как бы. Поблагодарю вашего выступления. Спасибо. Спасибо.